Джаконда, Мадонна, Даная Я мой босс, преподаватель Академии МВД, полковник в отставке и по удачному стечению обстоятельств доктор искусствоведения. Он, конечно, преследует свою цель, надеется отыскать похищенные семейные реликвии, а я студент, пятикурсник у него на посылках. Мне поручили самую скучную работу – изучить, как действуют преступники во всем мире, когда совершают кражу или порчу шедевров, и создать собственную базу данных. О, а это что? Ты зачем фальшивую купюру к делу приобщил? Это не купюра, док. Это портрет Караваджо. Ну, классно же. Самый лучший способ напомнить людям о художнике – это поместить его изображение на банкноту. Ну, правда, это была не очень ходовая. Купюра сто тысяч итальянских лир. Многие даже в руках их не держали. Но ход мыслей твоих мне нравится. А мне Караваджо нравится. Никому спуску не давал. Чуть что хватался за шпагу. Да, только это вспыльчиво стоило Караваджо жизни. Путь этот парень поспокойнее, посговорчивее. Может быть, создал бы еще не один шедевр. Ну, ладно, вступился бы за свою честь, за свою философию, за свои творческие какие-то взгляды. Ну, за любовь, в конце концов. Так нет же. Ввязался в самую примитивную уличную потасовку, в коих его жизни было бесчисленное количество. Накануне Караваджо получил крупный заказ и, естественно, закутил. Рактиры, вино, карты. Игроки так разгорячились, от алкоголя, конечно, что не заметили, как обычная перепалка из заставки переросла в настоящую драку. Столло Караваджо услышал, как его называют горе художником и обещает обломать рога наставленной любовницей. Он схватился за шпагу, один удар, и противник остался лежать на земле. Я бы тоже врезал. Нечего язык распускать. Еще один. За убийство Караваджо объявили вне закона. Теперь любой мог напасть на него и получить даже деньги за его голову. Начиная с 1606 года, жизнь Караваджо превратилась в сплошную гонку. И художник бежал не от преследователей, он приближался к своему концу. Ну, если бы не было этого периода, не появились бы Давид с головой Голиафа, Семь дел милосердия, Мадонна со змеей, Рождество со святым Лаврентием и Франциском. Ты, кажется, Рождеством занимаешься, насколько я понял. Ага. Кража в Палермо в 1900... В 1969 году это произошло в часовне Сан-Лоренцо. Там достаточно тихая, безлюдная улочка. Преступники подъехали прямо к двери, вскрыли ее и вошли внутрь. Сигнализации в здании, естественно, не было. Охранников и священников тоже. Бандитам оставалось только подставить лестницу, взять нож и вырезать картину из рамы. По-другому они бы ее просто не вынесли. Слишком большое полотно, почти 3 на 2 метра. Ах, да. Похищение сразу заподозрили сицилийскую мафию Коза Ностру. Но дальше следствие не продвинулось. Почему не продвинулось? Установили же, что с картиной поступили по-свински. Один из киллеров Коза Ностра, когда его арестовали, сообщил, что полотно долгое время хранилось в хлеву. Там его обголодали свиньи и крысы, и потом Рождество сожгли. Но теперь я вижу, как ты работал. Версия с сожжением картины – это для таких чайников, как ты. А ты думаешь, док, что картина висит у кого-то в частной коллекции? Да я уверен в этом. Иначе зачем красть полотно – это Рождество, чтобы потом так нелепо его угробить? Заказ на написание полотна Караваджо получил за год до смерти. К этому времени он уже бежал из Рима, Неаполя, покинул Мальту. Охотники за головами преследовали его всюду. Художник был истощен как морально, так и физически. Только в Сицилийском монастыре Караваджо почувствовал себя в безопасности. И тут же, не раздумывая, он начал создавать полотно для часовни Сан-Лоренцо. Странно, что ему заказывали картины для церкви. Он достаточно вольно трактовал библейские сюжеты. Вот ты что имеешь в виду? Как что? Ты помнишь картину мученичества апостола Матфея? Когда его спросили, с кого он списал атлету-убийцу, он признался, что это Адам. С сикстинской фрески Микеланджело. Но у него Адам лежит. А у Караваджо он якобы поднялся на ноги, покинул райские кущи, оказался в жестоком земном мире, и вот результат стал убийцей. Он сам выдумал. Да так и написал, понимаешь? И все картины его так. Просто Караваджо ставил для тебя другие эстетические задачи. Не делать ни одного мазка, кроме как неподсказанного жизни. Его нисколько не смущало, что моделями его были бродяги, пинчуги, проститутки. Ну, Церковь, конечно, приходила в ярость от того, что Мадонна, например, списана с куртизанки, с его возлюбленной Лены. Этот трюк он проделывал много раз. На Рождестве в образе Марии девица легкого поведения. О, это в корне меняет контекст полотна. Ты не делай поспешных выводов. В модели Караваджо искал прежде всего мимику, жест, положение рук. Лена была небезразлична художнику. Для нее он снял квартиру и даже предложил перевезти туда ее ребенка, что казалось немыслимым для проститутки. Но к тому времени, когда было заказано Рождество, Караваджо несколько лет не видел Лену. Ну вот. А мне казалось, запахло скандалом. Караваджо был не в том положении. Спасаясь от преследователей, он переезжал с места на месте. А это требовало денег. Поэтому художник врался за любые заказы. И, как ни странно, пытался угодить заказчику. Иначе чем объяснить, что на полотне Рождество появились две фигуры двух святых. Лаврентий и Франциск. Тут явный заказ темы. Но бунтарь, провокатор по жизни, он и здесь проявил себя. Допустил вольности. Обратим внимание, у девы Марии непривычно обнажено причем. А плотник Иосиф явно помолодел. Луч света падает ему на затылок. И мы видим, что он блондин. Это своеобразный отсыл Караваджо в прошлом Сицилии, когда она была завоевана норманами. А я не могу сказать, что Рождество – полотно нетипичное Караваджо. Его можно узнать даже по этому лучу света. Он присутствует во всех его картинах. Свет. Свет был его явным пунктиком. Ты знаешь, что однажды, когда он очередной раз попал за решетку, он встретился там с Джордана Бруно, который ожидал суда инквизиции. Да, ну. Вот тебе и ну. Это не сегодняшняя тюрьма. Они проверили в одной камере три дня. Они говорили о социальной несправедливости, о бесконечности существующих миров, о космической тьме и оскользающем свете. Тогда Бруно словно открыл глаза начинающему художнику. «Природа не терпит резких переходов от одной крайности к другой», заявил мыслитель. И поэтому прибегает к посредничеству тени. Именно тень подготавливает зрение к восприятию света. Эта мысль надолго врезалась в память Караваджа. И последующие годы он учился распознавать тени, находить нужный баланс между светом и тьмой. Док, ты думаешь, поэтому он экспериментировал с выпуклыми зеркалами, со стеклом, и даже мастерская у него была с темными стенами? «Он искал свет во тьме». Как и в жизни, недаром Караваджа называют первым режиссером мира живописи, который умело выстраивал игру света и тени. Я не думаю, что полотно такого великого живописца было брошено в хлев к свиньям. Это было бы верх варварства. Есть еще одна версия. Правда, она мне показалась менее правдоподобной, и я ее отбросил. Она такая же неутешительная, как и первая. Да? Ну и какая? Рождество было уничтожено во время землетрясения в 1980 году на юге Италии. Да нет, дорогой мой. Я больше поверю в то, что полотно находится у сицилийской козы-настры и передается от одного мафиози к другому. Версий много, но доказательств нет. А это дает надежду на то, что полотно когда-нибудь всплывет. А я сомневаюсь. И власти Италии со мной солидарны. Иначе зачем заказывать репродукцию картины Караваджо? Репродукцию? Ну да. Эксперты долго изучали фотографии Рождество со святым Франциском и святым Лаврентием, сделанные в церквушке в Палермо. А также остальные его картины и создали идеальную копию. Она теперь украшает часовню в Сан-Лоренцо. Заменить оригинал копией. Умно, ничего не скажешь. Да. Лучше бы они эту картину напечатали на банкноте. Больше пользы. И все-таки я чувствую, чувствую. В этом деле рано ставить точку. Рано. Шах и мат. Как так? Погоди. Отвлек ты меня со своим делом. Давай, ставь заново. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ